В просторном зале есть место для двух татами. Все спортсмены, судьи и гости разместились с комфортом. В городском первенстве принимают участие около ста юноши и девушек. Лучшие поедут на Спартакиаду молодежи Кубани, которая состоится в середине апреля в Пармавире. Традиционно Анапская школа дзюдо – одна из сильнейших в регионе. У нас много спортсменов выступает и в сборной Краснодарского края, и в сборной России. Сейчас у нас на соревнованиях, на чемпионат мира, на первенство мира поедет Бабиньян Зарина. Отобралась она. Так что у нас хорошие спортсмены, хорошие традиции. Я думаю, что у нас и в дальнейшем все это будет сохраняться. Основными хранителями традиции являются четыре из десяти городских спортивных школ. Первая, четвертая, пятая и шестая. Ребята, у вас большое будущее. Все зависит от вас. Сегодня у нас этот вид спорта представляет четыре школы. У вас не должно быть никакой вражды. Прежде всего, соревновательные люди. Больше всего спортсменов, участников городских соревнований – воспитанники четвертой детско-юношеской спортивной школы, где дзюдо – основная специализация. Тренерский состав возлагает определенные надежды на нынешний год. Ближайшие соревнования в календаре – первенство Южного федерального округа. Также спортсмены прошли отборы на первенство края и рассчитывают по итогам соревнований, что воспитанники четвертой школы войдут в сборные. Я думаю, по-любому 2-3 человека в сборной будут края, юга. По девочкам это конкретно. На уровне края мы всегда выглядели хорошо. Есть кому за город бороться. Я не хочу только сейчас сказать конкретно по нашей школе, потому что дети хорошие есть и в других школах. Мы сейчас это увидим. По итогам соревнований воспитанники четвертой школы заняли наибольшее число призовых мест. Детско-юношеская спортивная школа номер один стала лидером по золоту среди юношей. 6 из 9 наград высшей пробы. Еще две у пятой школы и одна у представителя школы номер 4.